Всем доброго времени суток! Приветствую вас на нашем канале! Мы живем в городе Санкт-Петербурге. Сейчас у нас июль месяц 2019 года. На днях к нам приехали друзья из Краснодара. Везем их на знакомство с природой нашего края. Температура на улице у нас сейчас 12 градусов, в то время как в Краснодаре 38. Вот и решили показать друзьям наш Карельский перешейк и его природные достопримечательности. Летим? Хорошо летим! Карельский перешейк – это одно из исключительно по природной красоте мест Ленинградской области. Выбрали Приозерское направление. Приозерский район Ленинградской области расположен к северу от Санкт-Петербурга. А это трасса Сартовал. Верженку в сторону поселка Мельникова Приозерского района. Природа Карельского перешейка – типичная Карело-финская. Сглаженные ледником скалы и огромные валуны, пески и дюны, многочисленные озера и реки, острова и полуострова, покрытые могучими сосновыми и еловыми лесами, заросли можжевельника и вереска, или представляющие собой нагромождение гранитных скал или просторы, покрытые заливными лугами. Неоднократные наступления и таяния ледников в четвертичный период, когда огромные массы льда двигались с севера из Скандинавии и Карелии, значительно повлияли на изменения рельефов Приозерского района. Многочисленные озера моренного происхождения, обычно длинные и порожистые в местах пересечения моренных гряд, придают особую прелесть природе Карельского перешейка. Река Вуокса – визитная карточка Карельского перешейка. Это не просто река, а целая озерно-речная система. Местами ее русло настолько расширяется, что превращается в настоящее озеро. Леса покрывают около 60% Приозерского района. Сосновые бары – особенность северной части региона. По дороге мы посетим несколько интересных, на наш взгляд, и живописных мест. Река Вуокса – Лосевские пороги. Примерно на средине пути из Санкт-Петербурга в Приозерск находится поселок Лосева. Через него протекает река Вуокса, впадающая в ладоку. Время и пенис она преодолевает расположенное в Лосево протоку, после чего устремляется в Суходольское озеро. Лосевская протока – самый известный, красивый и мощный порог Ленинградской области. Каждую секунду через его русло проходит почти 700 тонн воды. Этот поток не замерзает даже в самые лютые морозы. Лосево – излюбленное место для любителей гребли и раптеров. Река Вуокса очень востребована у любителей сплавов и активного отдыха. Выбор маршрутов очень велик. Они отличаются степенью сложности и продолжительностью. Самое интересное – Стулосевская протока, как и река Бурная, искусственного происхождения. Она образовалась лишь благодаря произведенным здесь в XIX веке взрывным работам. А до этого времени Вуокса текла в совершенно другом направлении. Вуокса соединяет два великих озера – Сайму и Ладогу. Но следить ее путь от границы Финляндии до Устья – это задача. Русло Вуокса за последние несколько столетий неоднократно изменялось. Это происходило как из-за естественных природных процессов, так и из-за вмешательства человека. После пересыхания западного русла вся мощь Вуокса устремилась к Ладогу. В прошлом по старому руслу Вуоксы проходил важный торговый маршрут, который привел к появлению на ее берегах крепостей – Карелы и Тиверска. Под Приозерском в районе поселка Васильево есть сразу несколько чудесных живописных мест, начиная от руин Тиверской крепости и языческого капища, заканчивая маленькой островной церкви Андрея Первозванного, занесенной в Книгу рекордов Гиннеса, как единственный в мире храм, построенный на Крошечном острове, фундаментом которому служит монолитная скала, поступающая из воды. Здесь, по предварительной договоренности, даже проходит венчание. Это скорее место для уединения с природой и медитацией. Тиверская крепость – часть Тиверского городка, расположена неподалеку от поселка Васильево Приозерского района Ленинградской области. До наших дней она сохранилась только в виде руин, хотя когда-то представляла собой одно из мощнейших оборонительных сооружений между крепостью Карелла и принадлежавшим тогда шведами Выборгам. Предположительно, она была построена в IX веке и представляла собой высокую каменную стену из больших волнов, над которой возвышалась деревянная надстройка. Вокруг находились также вал и быстротечная река, поэтому долгое время Тиверск был неприступным. Однако в XV веке с приходом более современного вооружения крепость не смогла противостоять противникам шведам и была разрушена. В настоящее время о ее существовании напоминают лишь беспорядочно разбросанные камни и памятный знак. Место, где Вы стоите до понижения уровня Вуоксы, было островом. Место, где Вы стоите до понижения Вуокса, было островом, на котором находилась древняя Карельская крепость. Карельское название этого военно-догового крепления – Тиури, или Тиури, Линна. Версии происхождения названия нет. Карельский февр Тиури, Тиури, водопад Тиури, от наименования одного из карельских родов, Тиври-Ульцев, от самского слова Тивра, снежная облака или просто насекомое, от имени варяского предводителя Мирс. Гирра, Тиури, Линна, по-карельски город-крепость. Новгородское название поселения – Тиверский городок. Остров, где расположен Тиверск, был заселен уже в X веке. Сама крепость основана, предположительно, в XIII веке. Вдоль южной части острова выстроен каменный вал высотой до двух метров. В северной части – от полутора метров. В северо-восточной части Тиверского городища располагается несколько крупных валунов высотой от полутора до двух с половиной метров. Жертвенный камень. Об их значении до сих пор спорят и ученые, и местные жители. Одни говорят, что эти здоровенные камни служили дополнительным укреплением городища, но наиболее распространенной считается версия о мистическом значении камней. Об этом говорит и охранная отметка в форме равностороннего креста на одном из валунов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одна из достопримечательностей Карельского перешейка, которую обязательно надо посмотреть, это часовня апостола Андрея Первозванного, которая стоит на крохотном каменистом островке посреди Воксы. Она была построена в 2000 году. В прошлом между берегами часовни курсировал паром. А сейчас перекинут мост с единственной опорой на берегу. Субтитры создавал DimaTorzok А это внутри храма. Вокса – самая большая река Карельского перешейка. Она чрезвычайно живописна. В том месте, где находится храм, она разливается большим озером. Перед поселком Мельниково от Воксы отделяется узкая беличья протока, которая направляет свои воды в обширное озеро Вокса. Здесь мы и поплаваем на лодке. Озеро Вокса заслуживает особого внимания, поскольку является самым большим водным объектом системы. Оно находится к юго-западу от Приозерска. Очертания берегов озера напоминают кружево. А над водной поверхностью красуется огромное количество больших и малых островов. Это лишь ничтожно малая часть красот Карельского перешейка. Но думаю, что эта местность заслуживает посещения. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 А теперь спросим у наших гостей об их впечатлениях. Ну, расскажите, какие впечатления Вы получили от природы Карельского перешейка в сравнении с природой Краснодарского края? Да, мы приехали из Краснодарского края, города Краснодара. Нам удалось побывать на реке Воксе, Воксе, Лосевские пороги, прошу прощения, Лосевские пороги. Весьма интересное место, река очень бурная. Производит впечатление спуск на байдарках, как ребята там спускаются на байдарках. Далее река идет гораздо более спокойная, даже умиротворяющая, можно так сказать. Останавливались мы на Тиверской крепости. Раньше это было капище и весьма мощная крепость для защиты. Тиверская крепость, ну, осталась буквально угол, скажем так, угол здания. Если спуститься к реке, очень много лилий на самой воде, очень много таких вот интересных камней, которым, в принципе, даже неоткуда взяться. Далее мы побывали в церкви на воде Андрея Первозванного. Церковь чисто деревянная. К церкви ведет мост, который установили, ну, в интернете мы посмотрели, установили недавно. Но сама церковь производит впечатление весьма интересное, потому что чистое дерево, чистая природа, спокойно, красиво. В Краснодарском крае, конечно, немножко все по-другому. На реке Блокса очень много, как я говорил, камней, по моему мнению, взяться и мне откуда, потому что равнина и вне гор ничего нет. У нас в крае, в предгорьях, да, есть много тоже, примерно такого же, но немного там по-другому. На равнина, где я живу, мы живем с сыном, глинистые почвы, вода, камыши, все, больше ничего такого нет. И очень жарко. Здесь температура весьма комфортная, и пейзажи просто производящие впечатление очень сильные. Что именно понравилось? Что впечатлили очень всего? Первая вода. Вот тут как-то более такая необычная, столько сосен много, огромных, больших, и берез. А у нас в основном ели и остальные деревья. И раза в два, в три меньше растет. Да, у нас более лиственные, процветают более лиственные породы, скажем так, деревьев. Здесь интересно. Гобоп. Это интересно. Готufen и переходим сюда. MenOr. В стороне. Непутète.